Добрый вечер, Гомель! Прекрасный летний день, ну а если заглянуть в календарь, то вы знаете там, что не день, то праздник. Вот, например, сегодня в Индии день независимости, поздравляем всю Индию, ну а в Египте сегодня день разлива Нила, тоже хорошее событие. Но знаете что, друзья, давно мы с вами не говорили о каких-то душевных темах, а я посидел, подумал и решил, что это тоже очень-очень важно. Все дело в том, что каждый человек особенный и заслуживает любви не только окружающих, но и самого главного существа в своей жизни, самого себя. И с этим, я думаю, что никто спорить не станет. Зачастую, особенно в период трудностей, нам кажется, что мы и вовсе не достойны любви. В общем, как полюбить себя, как повысить свою самооценку и как настроиться на успех, об этом мы не только поговорим мы сегодня этим добрым вечером, ну а помогут мне в этом важном разговоре интересные гости, которые пришли сегодня на добрый вечер, встречаем их аплодисментами, инструктор по фитнесу и фитнес-модель Юлия Неверовская. Привет, Юленька! Психолог Людмила Тутынина. Людочка, здравствуй! Добрый вечер! Композитор, поэт-исполнитель Игорь Корабельников. Эти аплодисменты вам, Игорь, привет! Писатель, путешественник, журналист Дмитрий Смирнов. Врач-психотерапевт Гомельской областной клинической и психиатрической больницы Владислав Селицкий. Здравствуйте! Мы, друзья, как всегда работаем в прямом эфире. Вся контактная информация, как всегда, располагается внизу на ваших экранах. Так что наш Вайбер готов принимать ваше сообщение. Ну и, конечно же, мы готовы принимать ваши телефоны и звонки. Задавайте нашим гостям ваши вопросы. Ну а вопрос эфира у нас такой. Как же полюбить себя? Ваш совет. Пишите Вайбер, звоните к нам на прямую линию. Пока вы набираете номера телефонов и ваше послание, сделаем небольшую рекламную паузу. После чего начнем наш вечерний разговор. Не переключайтесь. Неуверенность в своих силах, возможностях и привлекательности возникают тогда, вообще-то, как гласит интернет, некоторые интернет-источники, когда человек не принимает себя таким, какой он есть. Ну, по большому счету, по каким-то причинам не любит себя. Люд, хотелось бы с психологической точки зрения рассмотреть этот вопрос. Что говорит об этом психология? Вот вопрос. Человек, скажем так, недооценивает себя. Человек недолюбливает себя по каким-то причинам. Откуда же растут ноги? Потому что, знаешь, тема сегодняшнего эфира, она настолько актуальна не только в нашем обществе. Буквально, наверное, у каждого психолога есть несколько клиентов, которые приходят именно с этим запросом. Да, как полюбить себя. Но здесь, наверное, откуда ноги растут? Растут, наверное, с самого раннего детства, да, как это принято считать. То есть себе когда-то объяснили, что ты какой-то не такой. И вот человек развивается, живет, да, как-то взрослеет. Ну тоже, подожди, сразу перебью. Очень умные взрослые люди объяснить ребенку, что ты какой-то не такой. Ну это очень часто бывает. Например, ты не получил десятки, а получаешь шестерки или пятерки. А вот Иванова Леночка получает одни десятки. Вот она молодец. Ты начинаешь с детства ненавидеть эту Иванову Леночку. Да, она молодец, а ты вот какой-то не такой. Но разговор идет о чем? Я считаю, что под эту, как бы, марку иногда люди вот с таким, знаешь, синдромом приобретенной беспомощности проявляют себя. То есть почему синдром приобретенной беспомощности? То есть, ну я же не такой, мне же когда-то объяснили родители, родители виноваты, да, или в школе ко мне не так относились, школа виновата, университет, институт и так далее. Но на самом деле, вот если человек включит мозги, другого варианта нету, включить мозги, да, и просто нужно понять, ну что нужно понять? Ну, во-первых, я эксклюзивное творение, да, надо мной трудились, ну не просто поколения, там миллионы-миллионы лет, да, миллионы лет. Представляете, вот если бы взяли какое-нибудь произведение искусств, да, над которым трудилось огромное количество людей, какое нам было бы ценно? А ведь человек точно такое же творение. И даже исходя из этого, что я единственный экземпляр во Вселенной, все, что я говорю уникально, все, что я делаю уникально, эксклюзивно, уже вот эта одна мысль, да, натолкнула бы человека на то, что все-таки надо ценить это уникальное явление и творение. Правда? Ну человеку проще с этим синдромом приобретенной беспомощности говорить не такая, не такой, да, и не идти учиться дальше, да, там во взрослом состоянии. Не менять работу, чтобы что-то улучшить, не менять свой имидж, ну и так далее. Вот и вся недолго, Саша. И так сойдет, да? И так сойдет. Это так очень удобно, понимаешь? И когда человек говорит, вы знаете, у меня низкая самооценка, я очень часто предполагаю, что этот человек ленивый, просто ленивый. Эти аплодисменты тебе. Владислав, а вот в вашей практике с медицинской точки зрения, если рассмотреть эту проблему, которую мы сегодня на протяжении эфирного часа уже начали обсуждать, часто ли такое встречается? И вот что врачи говорят на эту тему? Что касается низкой самооценки, то она часто встречается при таких проблемах, например, как депрессия. Существует эпизод в жизни человека, когда у него плохое настроение. Вот депрессию уже признали болезнью, или это все-таки что-то переключилось в мозга, в сознании человека, там, ах, плохая погода, серость кругом, буду-ка я в состоянии депрессии? Вы знаете, депрессии бывают разных уровней, и тот уровень, о котором, в общем, говорят люди, чаще всего это какая-то реакция на неприятные ситуации в жизни. Хондра обыкновенная, правильно? Да. Что касается низкой самооценки, то она также может быть при расстройствах личности, там очень часто колеблется самооценка от завышения до занижения, и при других проблемах может быть такая же ситуация. В общем-то, любая проблема, с которой, допустим, имеет дело врач-психотерапевт, она чаще всего бывает и заниженная самооценка, и завышенная. В общем-то, эти колебания, они характерны для наших пациентов. В современном мире, насколько часто можно встретить тех же самых людей, которые вот или к психологу, или к психотерапевту придет и скажет, вы знаете, вот у меня такая вот заниженная самооценка, что мне с этим делать? Такое часто бывает, но в основном, вы знаете, что, вот если говорить о психотерапевтах, то о заниженной самооценке, в общем-то, люди не очень-то часто говорят. В основном, они предъявляют более серьезные проблемы, такие проблемы, как нарушение сна, такие проблемы, как нарушение аппетита, такие проблемы, как невозможность, допустим, спланировать какое-то свое действие. И как быть? В любом случае, я считаю, что в настоящий момент очень полезно будет человеку, у которого есть проблемы с самооценкой, работать как психотерапевтом, так и психологом. Но, смотрите, по щелчку пальцев это же не изменится ничего. Здесь как-то надо более серьезно подходить к решению данного вопроса. Да, конечно, доктор не щелкает пальцами перед пациентом. В любом случае, для этого нужно достаточно много пройти вместе с пациентом. К тому, что говорит коллега, добавлю. Вот если человеку задать такой вопрос, например, почему ты решил, что у тебя низкая самооценка? Или, а кто тебе когда объяснил, что ты стоишь дешево? В разговор мы начали с того, что есть такие добрые в кавычках люди, которые могут ребенку в детстве объяснить или в каком-то подростковом возрасте сказать, что... Не такой ты, да. Надо на десятки, а ты учишься на пятерки. Это было так давно. Хотя в моем детстве пятерка была лучшая ценка. 40 лет, да. Ну, может быть, ты уже сам более адекватно можешь себе выставить цену. Да, уже если мы говорим о цене. Чего ты стоишь? Правда? Поэтому вот почему я говорю, очень часто люди с низкой самооценкой, это люди с линцой. С линцой. То есть если бы они поразмышляли, порассуждали, да, то дело бы, наверное, не дошло бы и до депрессии, и до заболеваний. Правда? То есть пункт номер один, который я пока что могу для себя отметить, люди, которые считают, что у них низкая самооценка и еще способы как-то научиться любить себя, у них просто множество свободного времени. Может быть. Может быть. Может быть. Друзья, эти аплодисменты вам. У меня вопрос к нашему гостю, композитор, поэт Игорь Корабельников. Давайте я его еще раз встретим аплодисментами. Игорь, вот люди из мира музыки, они, ну, по большому счету, всегда на виду. Будь то исполнители или композиторы, или те люди, которые пишут, скажем так, стихи к песям. И вот создается впечатление, что у этих людей они всегда на коне, у них всегда все хорошо. Вот на вашем примере, что можете сказать? Так ли это? Или чувства? Нет. Проблем, я думаю, хватает у всех. Творческие люди, они еще более, наверное, проблемные. Они немножко как бы такие со своими странностями, что ли. Ну вот, допустим, проблема. Купить этот же, допустим, какой-то музыкальный инструмент, естественно, хороший музыкальный инструмент стоит хороших денег. Допустим, а если денег немножко не хватает, то начинаешь искать какие-то выходы. Где? Вот, понимаете, вот прямо упираешься в эту ситуацию, и ты находишь. И ты ищешь, потому что это тебе надо. Ну, а проблемы, они всегда остаются. Ты купил этот музыкальный инструмент, потом тебе нужен микрофон, допустим, или еще что-то нужно. Ну, а если у тебя большая семья, то ты думаешь о том, как покормить эту семью. То есть это обычные такие же проблемные люди, как и все вокруг. То есть то чувство, когда, как говорится, все валится из рук, людям из мира шоу-бизнеса, вот на вашем примере, тоже знакомо. Да, да, это очень даже знакомо. А почему нужно считать, что это низкая самооценка? Это обыкновенная жизнь, когда вы преодолеваете какие-то, ну, скажем так, невзгоды жизненные. Одна ситуация возникла, вторая, третья. Но вы же преодолеваете это. Да, конечно. Вот в моей ситуации, я скажу так, как бы навыки игры на некоторых инструментах я купил за еду, за колбасу. То есть, когда я был юношей, мне было 15 лет, я жил в деревне Старая Белица, и к нам приехали цыгане. Они, как бы, один из них стал заведующим клубом. Вот они сделали ансамбль, собрали и пели. А мне стало это интересно. И я, как бы, а так как они люди были приезжие, у них денег как-то не хватало, и они мне сказали, вот ты нас подкармливай, носи еду из дома, а мы тебя будем учить играть. Вот они меня научили играть на бас-гитаре. Вот я с ними потом по свадьбам ездил, играли, пели песни, все. Но потом они уехали, как-то все так распалось. И на долгие, на долгие годы все это забросилось. У меня есть музыкальное образование игры на баяне, я играл в детстве в духовом оркестре, но потом был такой провал, громадный провал, наверное, на лет 25. Вот здесь я предлагаю сделать небольшую паузу. Мы уйдем на небольшую рекламу, которая пройдет, кстати, очень быстро. А после мы, я думаю, не только я, но и наши студии, наши зрители уже хотят услышать что-нибудь в вашем исполнении и продолжим историю, которую вы начали рассказывать. Пока что эти аплодисменты вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» что мне делать дальше? И понимаете, меня осенило, меня прямо осенило, работая и зарабатывая тем даром, которым я тебе дал. Я был просто в шоке. Я встал, и это было настолько явно, настолько четко в моих голове, в моем подсознании. Я встал, я нашел деньги, купил синтезатор. Гитара у меня акустическая уже была, я еще как-то до этого приобрел по случаю. Я встал, купил синтезатор, аппаратура тоже у меня кое-какая была. И вы знаете, я сел и стал писать просто музыку. Она просто полилась. Полились стихи. Я мог буквально, когда ложился спать, взял телефон в руку, открывал страничку соцсетей, будь то одноклассники, и там, где вот, допустим, свою выложить какие-то высказывания, и все, историю. И я просто вот прям ложился, мог по три стиха печатать. То есть я понял, именно это то, чем я должен дальше жить. Вот конкурсы, приглашали в Сочи на конкурсы. А кто вас поддержал на тот момент? Есть один замечательный человек в моей жизни, это моя супруга. Это человек, который... Вы не представляете, что им приходится пережить, когда я репетирую, когда я пишу. У нас семеро детей. И все от одной женщины, от самой любимой. Вот. И ей очень многое приходится терпеть, когда я начинаю заниматься домотворчеством. То есть это мне надо дверь закрыть в комнату, чтобы дети не бегали. И я ухожу туда, разлаживаю свои все инструменты, подключаю компьютер. Музыка эта гремит, трещит. А почему, чтобы не дети бегали туда? Мешают? Внедряются в процесс? Да. Но самое интересное, некоторые пытаются танцевать под музыку. То есть я начинаю писать, они прибегают двое, и начинают плясать там. А это, понимаете, как-то вот понимаешь, что кто-то рядом, кажется, мешает. По большому счету они не мешают. Но ты думаешь, что они мешают. И начинается вот эта вот проблема. Конечно, как начинаешь нервничать. Поэтому единственный человек в жизни – это моя супруга. Я ей очень благодарен. Ей приходится многое терпеть. И то есть даже скажу откровенно, вот уехать на конкурс в Тверь, я как-то внезапно оставил семью. Я почувствовал, что мне надо ехать. И буквально за сутки до того я написал новую песню, потому что я готовился с одними композициями. А как бы мне организаторы конкурса, я с ними в контакте списался, они сказали, что как бы, ну, немножко не годится. И мне пришлось за сутки отработать, написать стихи, написать музыку. И по дороге, когда уже ехал на Москву, здесь на вокзал, заскочил в домашнюю студию. И мне человек быстренько минус фонограмму обработал как-то. Ну, не очень вышло, но уже что вышло. Вот. И, ну, а супруга, естественно, осталась одна с детьми. Деньги большую часть я с собой забрал, потому что еду в неизвестность, это Тверь. И вот так вот. Приехал на конкурс и понял, что я мог все-таки предоставить эти композиции, которые заранее были готовы. Ну, зачастую так и бывает, но... Да. Ну, вы знаете, когда там запели люди, я понял, думаю, опять. Наверное, я занялся не тем, чем занимаюсь опять. То есть, думаю, наверное, надо было все-таки музыку мне оставить. Очередное испытание вам послали. Да. И вот, думаю, надо было все-таки не ехать мне сюда. Потому что, скажу откровенно, там были очень прекрасные вокалисты. Вот даже из Белоруссии, из Елизова, Сиповский район, Дмитрий Корнев. Сейчас я пишу для него песню, она уже в черновой обработке есть. Он повезет ее на фестиваль в Питер. То есть, и я туда приглашен, и он приглашен на фестиваль. Владислав Людмила, по-моему, пора разобраться немножко в этой ситуации. Вот если бы я не знал лично Игоря и просто прочитал эту историю, я бы подумал, что, скорее всего, это сценарий трагической мелодрамы. Игорь, что можно сказать с медицинской точки зрения? Я хочу сказать, что то, что мы услышали, это чудеснейшая демонстрация следующей версии депрессии, происхождения депрессии. Депрессия – это замороженный кризис роста. Человек входит в состояние депрессии тогда, когда он уже больше не может жить так, как жил раньше. И депрессия подталкивает его для важных изменений. Тут звучала мысль также о суициде, а также о том, что потом вдруг пришлось оставить то дело, которым пришлось заниматься, то дело, от которого было плохое настроение, возможно, занижение самооценки, то дело, от которого просто ломили кости, мышцы. И в результате человек становится другим, он переходит этот этап, он занимается другими вещами, которые ему приносят удовольствие. Но он не просто так переходит на другой этап, да? То есть он же четко сказал о том, что вот я сижу в отчаянии, и что в этот момент, да, вот когда последнее, вот уже стою, вот уже у пропасти, да, как он говорит, да, что даже суицид, он стал молиться. Вера – это потрясающая вещь, когда он говорит, «Господи, скажи, на что я сгодиться должен, да, на этой земле?» Вот такой вот диалог состоялся. То есть он обращается к высшим вот каким-то своим, ну, я не знаю, там, силам внутри себя, да, и ответ – занимайся тем, чем ты должен заниматься. Он почему болел-то? Да он не своим делом занимался. А вот как раз, как я говорила, не хватало, чего не хватало, чтобы однажды посидеть и решить, мое ли это дело. Может, я еще на что-то гожусь, правда? Не только автомобили чинить. Вот в этот момент и есть, вот то, о чем я говорила, момент лени, да? Вот буду делать так вот, ну, вот я чиню хорошее. Это вот правильно, да. Да, вот один автомобиль починил, ну, деньги же идут, второй автомобиль, третий, 25-й. А то, что ты должен, извините меня, в этот мир принести, что музыку, песни, порадовать людям, да, момент творчества, ну, как-то так, ушло на 25-й план. Поэтому и хандра. С душой так нельзя поступать. Вот то, что сейчас нам рассказал наш гость, да, это прекрасная демонстрация того, как не надо жить, как не надо доводить себя до крайнего истощения. Ведь это же не просто было физическое истощение, это еще было и моральное истощение, и духовное истощение. Я думаю, достойно аплодисментов этой истории и те люди, которые позитивно вырулили ее в нужное русло. Есть у нас, кстати, сразу хочу спросить, скажите, а вот кто больше подвержен каким-то моментам, когда нужно повысить самооценку, или мужчина или женщина больше всего загоняет себя в состояние, что меня никто не любит, я никому не нужен и прочее? Вы знаете, что... Кому нужна помощь, скажем так, в большей степени? Я не могу сказать, что больше мужчинам или женщинам, наверное, тем людям, у которых есть запрос непосредственно о помощи. А в такой ситуации может оказаться каждый? Да. Да ладно? Конечно. То есть никто от этого не застрахован? Дело в том, что даже по статистике каждый человек в течение своей жизни переносит один-два эпизода, которые можно даже характеризовать как депрессивные. Саша, ну, здесь еще дело-то в чем? В том, что, ну, мужчины же менее эмоциональны, да, и у нас есть как бы такой общественный такой как бы запрет, табу, на то, чтобы мужчина там проговаривал о своих каких-то там ограничениях, там, «Любимая у меня низкая самооценка», ну, кто об этом скажет? Да никто, конечно. Никто, конечно, не скажет. Но они начинают в хандру входить, да, здесь алкоголь, там еще что-то, да, то есть здесь нельзя сказать, кто больше, здесь можно говорить о чем? Как переживает этот момент мужчина, как женщина? Очень по-разному. Ты знаешь, хочу сказать, скажем так, процитировать название одной книги «Мачо тоже плачут». Бывает же это такое? У нас сегодня в гостях прекрасный человек, журналист, писатель, путешественник, просто хороший человек Дима Смирнова, аплодисменты ему. И, собственно говоря, это его книга называется «Мачо тоже плачут». Дима, здравствуй. Добрый вечер, Саша. Так, давай, вот уже сколько раз перечитываю эту твою книгу, давай, кстати, наверное, ее покажем. Я все никак не могу понять, хотел тебе, вот, как к первоисточнику обратиться, задать вопрос, о чем же плачут мачо? Неужели у них тоже бывает заниженная самооценка? И неужели они тоже ищут какие-то пути решения, как же себя полюбить? Неужели они тоже сталкиваются с этими проблемами? Ну, конечно же, мужчины живые люди, и у них есть спектр проблем, которые освещаются в этой книге. Проблема поиска себя, своего места под солнцем, своего предназначения, поиска второй половинки, проблема жизненного выбора. Скажи, а вот ты, бываешь в таких состояниях? Сталкиваешься ли ты с подобными предлагаемыми обстоятельствами? Ты знаешь, бывает, Саша, бывает. Ну, и что может стать тому причиной? Ну, как сказал Игорь, творческие люди вообще натуры чувствительные, уязвимые, ранимые, и за детях может все, что угодно. Обидеть может каждый, да? Да. Но можно подумать, не художника никто не обидит. На внутреннее состояние все, что угодно может повлиять. И это отупляющая летняя жара аномальная, которая сейчас стоит. И там проблемы с пищеварением, если съел что-то не то вдруг, да, с пестицидами. Или творческий кризис, да, какие-то неурядицы личного плана. То есть факторов очень много, Саша. Ну, хорошо. А почему тебя вот в книгах затронула эта тема? Вот по большому счету, если рассмотреть, то там же та же философия соблазнения могла бы быть абсолютно в каком-то, как бы это поточнее выразиться? В другом контексте? С позитивной, где-то с романтической стороны это все показалось. Она там с позитивной, там в конце солнце восходит. Безусловно. Я дочитал книгу до конца. Солнце, естественно, восходит. Ну, а зачем нужно было на странице выносить все переживания? Ну, потому что там показан мир мужчины и его, значит, внутренние переживания. И я сам мужчина. И сталкивался с теми проблемами, с которыми сталкивается главный герой моего романа. То есть ты в какой-то степени через главного героя показал себя или... Разумеется. Потому что каждый автор, когда он пишет, по большому счету, он пишет о себе. Авторская биография такая, да? Ну, у меня был прототип в реальной жизни. Это человек, которого я знаю лично. И мы с ним вместе работали. Я видел его в разных жизненных ситуациях. И я видел его тернистый путь, скажем так, от полного неудачника до современного Казановы. Об этом и написал. Это достойно аплодисментов. Такая трансформация. Скажи, дальше в своих литературных произведениях, в своих книгах ты будешь продолжать затрагивать эту тему? Или это тема для тебя уже? Она отошла на второй, на третий план, как отработанная уже для меня. Раскрытая. И малоактуальная, раскрытая, да. Поэтому я нацелен на другие темы. Можешь открыть карты, что это за темы будут? Ну, ты знаешь, да, немножко могу приоткрыть. Работаю сейчас над романом. Там затрагивается тема темного эроса. Это взаимоотношения между двумя партнерами, один из которых намного старше. И в моем случае женщина старше своего любимого мужчины на приличное количество лет. Но в реальной жизни такое нередко можно встретить с современными людьми. Да, так поэтому... В том же шоу-бизнесе таких примеров. Очень-очень много. Да, формат Алла Максим, да, формат отношений. Как вариант. Дима, а как у вас теперь самооценка-то? У меня? Ну да. В принципе, ну, все хорошо, потому что у меня есть цель в жизни, которая меня вдохновляет и окрыляет. И, в принципе, моя жизнь строится так, что если я достигаю цели, я немножко отдыхаю, беру передышку и намечаю следующую. Вообще у меня даже калейдоскоп целей разных. То есть, смотрите, опять же, Саша, да, трудиться, дисциплинировать себя, правильно? Обязательно, самодисциплина. Преодолевать себя и самооценка будет все в порядке, правда? То есть, вот как год существует из 12 месяцев, то же самое и состояние человека. Вот у меня все хорошо, трам-пам-пам, ля-ля, пятое-десятое, потом мы переходим куда-то... Немножко подепрессуем, и потом опять нужно на прам-пам-пам. А то есть, если там исключить депрессию, это как вырезать один месяц, и куда-то его дети, и чем-то это состояние... Ну, можно позволить себе, например, там сказать, все, в ноябре буду хандрить. Вот, у меня будет низкая самооценка. Владислав, ну это уже просто программирование какой-то самого себя получается. Это уже, наверное, неправильно. Вы знаете что, мы в своей жизни очень сильно программируем себя, как на хорошее, так и на плохое. Все зависит от человека. Это достойно аплодисментов. Вы пока аплодируйте, а я расскажу, что будет дальше. Дальше, друзья, мы поговорим о том, как же... Продолжим рассуждать, как же про себя любить и про жизнь с любовью к себе всю жизнь. Но мы еще рассмотрим этот вопрос с физкультурно-спортивной точки зрения. Так что не переключайтесь, буквально через несколько мгновений мы вернемся в эту студию и продолжим наш прямой эфир. А это прямой эфир на телеканале Беларусь 4. Это программа «Добрый вечер, Гомель». И вы знаете, сегодня кому-то из вас достанется пригласительный билет в картинную галерею Гаврила Ващенко. Но не просто так, а нужно будет ответить на, хотел сказать, непростой вопрос. И, наверное, я скажу, что вопрос достаточно непростой. Событие, о котором я хочу рассказать, произошло в этот день, 15 августа только 1877 года. Именно в этот день, 141 год назад, изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использоваться для обращения именно этим словом. Какое же это было слово? Звоните к нам в студию, предлагайте ваши варианты. Ну и небольшая подсказка. Пользуемся мы этим словом и сегодня, и не то что один раз в день, а по нескольку раз в день. Контактная информация, наши номера телефонов на ваших экранах. Так что звоните, и, возможно, именно вам достанется пригласительный билет на двоих в картинную галерею Гаврила Ващенко, где в эти дни проходит огромное количество интересных выставок. Ну, а я тем временем, друзья, хочу представить еще одну мою гостью, очаровательная красавица, обладательница многочисленных наград в мире фитнеса, фитнес-инструктор Юлия Неверовская. Юлия, здравствуй. Здравствуйте. Юль, слежу за твоим Инстаграм. Бываю у тебя в том фитнес-клубе, в котором ты делаешь людей красивыми. И скажи, а вот та проблема, которую мы сегодня, пути решения, которую пытаемся найти, как полюбить себя? Часто ли ты себе задаешь такой вопрос? Ну, наверное, я бы сказала, что я задавала его раньше. То есть какие-то цели ты для себя ставишь, да, то есть что-то тебе в себе не нравится, например, да. То есть кто-то скажет, ай, мне не получится, да, я никогда не буду таким, как он или она. То есть, ну и все. То есть человек на этом, у меня мало времени, мне не хватает. То есть они находят, люди находят для себя какие-то, ну, как-то отговорки, что ли. На самом деле, правильно, всему виной лень. Виной лень, потому что, когда мы действительно что-то хотим, мы поднимаем, как говорится, свою пятую точку и делаем что-то для этого. И каждый раз нужно себе говорить, а почему я, ну, почему я там хуже, чем, да, чем вот кто-то. Я тоже смогу. Сейчас, кстати, мы на наших экранах можем видеть тебя, красавицу, не только с различных профессиональных фотосессий, но и какие-то бэкстейдж, закулисные съемки тех моментов, когда вы с остальными девчонками готовились к различным чемпионатам. Недавно, я знаю, ты приехала из Испании. Расскажи, что там было, с какой целью ездила представлять нашу страну? Это был чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу. Я вот ездила участвовать, то есть я была призеркой Республики Беларусь и хотела попробовать себя на международных соревнованиях. То есть для меня это был большой опыт, то есть я тоже боялась там где-то, да, то есть ты волнуешься, но опять же, тут такой момент, когда ты говоришь себе, так, я должна справиться с там, с волнением, то есть уверенность. Действительно уверенные люди, они притягивают. Большая конкуренция была. С кем приходилось сражаться, бороться, ну, наравне с кем приходилось доказывать, что ты лучшая. Да, были сильнейшие спортсменки Европы, то есть и спортсмены, то есть мужчины и женщины выступают. То есть действительно уровень был такой колоссальный. И хотелось, конечно, и достойно себя показать, и посмотреть вживую действительно этих девочек, да, которые каждый день работают над собой, это действительно труд большой. То есть приходят девчата, которые полненькие, очень недовольные собой, и можно даже, да, вот какие-то коллажи потом делают и посмотреть. Об этом мы немножко поговорим позже. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте, добрый вам вечер. Добрый вечер вам тоже. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут, откуда вы к нам звоните? Меня зовут Олег, фамилия моя Набок, я пенсионер, 65 лет. Звоню я с города Гомеля. Великолепно. Олег, скажите, а есть ли у вас какой-то секрет, рецепт, как полюбить себя и как повысить в себе собственную самооценку? Собственную самооценку и внимание? Ну, в принципе, секрет обыкновенный. Смотреть за собой, ухаживать за собой. Ну, и быть общительным, веселым и смешным в некоторых случаях. И доброжелательным к остальным людям. И тебя будут тогда любить и уважать, и ты сама себя будешь. Эти аплодисменты вам, великолепные слова, великолепные пожелания. Но, я так понимаю, вы не просто так нам позвонили в эфир, а вы претендуете на то, чтобы забрать у меня пригласительный билет в картину галереи Гаврила Ващенко. Ну, как вам сказать? Хотите, я вам повторю. Скатильная точка зрения имеет, но в данный момент передача... Хотите, я вам повторю вопрос, чтобы было более все ясно, понятно? Ну, повторите, пожалуйста. Тут даже не вопрос, целая история. Событие, о котором я хочу рассказать, произошло в этот день, 15 августа 1877 года. Именно в этот день, 141 год назад, изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения именно это слово. Какое же это слово? Это слово «Алло». Оно используется сейчас в данный момент во всем мире неоднократно каждый день, как вы говорите. Он изобрел телефон, и, чтобы обратиться, это слово предложил. «Алло». В общем, во всем мире было принято это слово. Слушайте, ну вы прям ходячая энциклопедия, эти аплодисменты вам. Конечно же, это слово «Алло». Так что мы вас поздравляем нашим редакторам на телефоне. Оставьте ваши контакты, и там вам расскажут, где и как вы заберете ваш пригласительный билет. Друзья, звоните друг другу чаще, будем говорить слово «Алло», тем более в такой день, как сегодняшний день рождения этого замечательного слова. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Звоните, присоединяйтесь также к нашей беседе. Ваши сообщения можете прочитать внизу на ваших экранах. Ваши советы, комментарии на тему «Как же делать так, чтобы полюбить себя?» Что для этого нужно? Юль, сегодня ты делаешь, скажем так, не только выставляешь фотографии в своем Инстаграм на радость твоим многотысячным подписчикам, ты еще и остальных людей делаешь красивыми. Вот расскажи, многие ли идут? Или все-таки есть ли у кого-то проблема, заниженная самооценка, там чего-то стесняются прийти? Есть такое? Конечно, есть. Вот это проблема, что многие люди стесняются, особенно вот зачастую женщины более такого старшего возраста. Они говорят, там все красивые. То есть я приду, я ничего не умею, я ничего не могу. Из меня там будут все смеяться. Вообще, я не очень, и у меня штанов нету красивых. То есть, ну как, ну нет, наверное, я пока вот, ну может быть, потом когда-нибудь. То есть они вот и хотят, и казалось бы, да, то есть им нужно вот помочь, может быть, этот вот первый шаг. То есть я даже девчатам говорю, я тебя встречу, ты придешь, я все тебе покажу, ты посмотришь, что люди работают над собой. Им, в принципе, то есть, ну неважно, кто там, да, поднимает что, кто, то есть сильный кто-то, то есть нужно сравнивать прежде всего себя с собой. То есть какая ты была, какая ты стала, то есть и радоваться своим успехам, то есть ставить себе какие-то цели и, а когда, естественно, когда ты видишь результат, тогда ты, и тебе это придает уверенность, и это действительно так. Так, а в твоей группы кто чаще приходит за помощью, за какой-то мотивацией, девчонки или все-таки парни с подобными проблемами тоже в этом мире существуют? Ну, конечно, парни приходят и девчонки приходят. Кто более смелый? А тут я не знаю даже, кто более смелый, то есть девчонок много, ребята приходят. Ну, ты сегодня тоже к нам на эфир пришла не одна, давайте мы встретим аплодисментами девочку, которая пришла к тебе также в группу. Продолжайте, не стесняйтесь, давайте аплодируйте, Юля, а ты пока ее представь нам. С кем ты сегодня пришла? Я пришла с Валентиной, это моя лучшая ученица, она также мой мотиватор и, ну, теперь мы уже даже подруги, то есть мы начинали... Валентина, здравствуйте, эти аплодисменты вам. Спасибо. Расскажите, а что стало причиной того, что вы обратились к Юле за помощью? Первоочередное, это, наверное, действительно, вот когда человек недоволен собой, когда ты смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что вот, наверное, настал тот момент, когда уже пора. Потому что раньше у меня было много попыток пойти в спортзал, но они ничем хорошим не заканчивались. Как это ничем хорошим? Подождите, ну вот сейчас и вся наша студия, и наши зрители смотрят на вас и думают, боже мой, Валентина, чем вы можете быть недовольны? Вы знаете, скажу, наверное, каждый человек чем-то, но я думаю, нет таких людей, которые бы были довольны всем, то есть которые бы устраивали все в себе. Поэтому, ну я, как и все, я тоже недовольна где-то собой какими-то своими внешними, либо там внутренними данными. Вот, поэтому я решила пойти в спортзал, и, наверное, это действительно было то время, когда нужна пора была. Потому что, я же повторю, что раньше все равно я ходила, но я все равно бросала, и как-то не было постоянства. А почему бросали? Не было нужной мотивации? Я думаю, что да. Наверное, когда ты начинаешь что-то делать, но потом понимаешь, что результат ты не видишь, а я не видела результата, то бросаешь. Зачем работать на то, что не дает результата? Вот. Ну, когда я пришла на данный момент, я уже хожу более года и занимаюсь с Юлей, результат есть и хороший. А когда ты видишь результат, хочется больше и больше. И появляется улыбка на лице. И улыбка без сомнения. Да, и ты бежишь туда, только болезнь, болезнь она не дает заниматься. А остальное время всегда можно найти, было бы желание. Ну, мы этим вечером можем вас поддержать только аплодисментами. Спасибо. Продолжайте продолжение. Юль. А ведь я знаю, что каждая подготовка к очередному спортивному мероприятию для тебя – это тоже и стресс, это и какие-то испытания своих сил. Вот как даже у Игоря в шоу-бизнесе приехал на песненный конкурс и понял, что песни могли бы и подойти, но вот сбили с толку, сказали, что эти песни не подойдут. Бывает такое в мире спорта? Конечно, мы работаем над своим телом. То есть какие-то, то есть бодибилдинг – это пропорции прежде всего. То есть ты понимаешь, что где-то что-то не так, где-то отстает. То есть ты работаешь над этим. То есть ты не говоришь, а, мне не получится, я вообще не такая. То есть ты думаешь так, все, у тебя есть цель. Как это ты так сдашься? То есть ты должна сама себя мотивировать прежде всего. А вот как спортсмен, скажи мне, пожалуйста, когда вот эти вот все идут мотивационные штуки, когда ты, кроме того, что не вылазишь из тренажерного зала, занимаешься по спецпрограммам, и очень хочется чего-то вкусного, а нельзя? Бывает такое? Бывает. Конечно, бывает. Конечно, бывает. Но цель есть. Ты понимаешь, что если сейчас ты вот пойдешь и наешься, да, там, печенье, я не знаю, кто что хочет, да, я хлеб люблю с маслом, допустим, да. Я когда голодная, я хочу хлеба просто, вот хлеба. Можно с огурцом там, без масла. Вот, вы знаете, друзья, давайте поддержим Юлю аплодисментами, и меня в том числе. И сейчас мы уйдем на небольшую рекламную паузу, а после постараемся этим вечером доказать, что десерты могут быть и вкусными, и поднимать настроение, повышать самооценку, избавлять от состояния, что меня никто не любит, вы любите десерт, соответственно, вас любит весь мир. Ну и продолжим наш вечер после небольшой рекламы. Повзрослели годами, а сердце тревожится. Где-то в прошлом ты, мама, обнять тебя хочется. Помню, нежно меня на колени садила, И рукой усталой волоса теребила. Мама, вернуть бы те годы, Где тебе тридцать лет, И я без заботы. Изменить что-то в прошлом, И тебя обнимая, Целовать твои руки, Моя дорогая. Помню старый наш дом, Где нас ты растила. Тяжело тебе с нами, Одна дочь и три сына. Очень часто, родная, Мы тебя огорчали. Ты прости меня, мама, Сердце стонет в печали. Мама, Вернуть бы те годы, Где тебе тридцать лет, И я без заботы. Изменить что-то в прошлом, И тебя обнимая, Целовать твои руки, Моя дорогая. Не смогли уберечь тебя, Тебя мы, родная, И тебя с нами нет, Но я очень скучаю. Нас с тобой разделяет, Нас с тобой разделяет, Нас с тобой разделяет, Сырая могила, И на ней слезы льют, Одна дочь и три сына. Мама, Вернуть бы те годы, Где тебе тридцать лет, И я без заботы. Изменить что-то в прошлом, И тебя обнимая, Целовать твои руки, Моя дорогая. Друзья, ваша аплодисмента Игорь Корабельников, автор и исполнитель сегодня у нас в гостях. Игорь, почему достаточно невеселую песню решили Для этого вечера взять? Ну, я скажу, это самая первая песня, Которая зародилась после того случая, Как я рассказывал, Что произошло в гараже со мной. То есть с этой песней все и началось? Да, с этой песней все и началось. Даже через песню мама подсказала, Что сыну делать дальше? Да, наверное. Это достойно аплодисментов. Ну, а мы тем временем тут с Дмитрием Устроили импровизированную кухню. Дим, давай рассказывать, Что мы... Если честно, я только услышал почистить От кожуры и семечек И порезать по сантиметру. Рассказывай, этот салат обладает Каким-то таинственным рецептом? Разумеется, конечно. Или секретом? Это отличный антидепрессант. И если вы мужчина, То вы можете легко удивить Свою вторую половинку, Сделав ей сюрприз В виде этого прекрасного летнего легкого салата, Фруктового. Салат от антидепрессант? Да, именно так. Итак, друзья, Рассказываю секретные ингредиенты Салата антидепрессанта. Для его приготовления Вам понадобится арбуз, Вам понадобятся яблоки, Вам понадобятся груши. У нас еще лимон, Он для красоты? Или мы его тоже как-то будем использовать? Нет, мы будем сдабривать Соком лимона сверху салат. Хорошо, ну, пока вы наблюдаете За всем этим процессом. Владислав, у меня вопрос еще к Вам. Не рассмотрели мы сегодня Еще один такой вопрос. Вот уже затронули то, Что заниженная самооценка Или, скажем так, Неспособность полюбить себя Возникает от большого количества Свободного времени И копаний в собственных мыслях. Но бывает же обратная сторона медали, Когда человек может Два, а то и три, А то и четыре года Обходиться без отпуска, Мотивируя это тем, Что я работаю на свою карьеру, Я работаю для того, Чтобы заработать больше денег. А потом что может произойти? Чаще всего у таких людей Происходит определенный срыв Значит, у них падает Энергетический потенциал То, что они накопили за долгие годы За эти короткие годы работы Оно может просто уйти И возникает истощение Истощение наблюдается В виде такого рода симптомов В первую очередь, как нарушение сна Люди плохо засыпают, Люди не чувствуют себя отдохнувшими После сна, Люди рано просыпаются Много таких в современном мире? Скажите Да, очень много Тем более в настоящее время Очень много профессий, При которых физическая нагрузка Практически не используется А в основном это психологическая нагрузка Люди сидячих профессий, Например, такие как программисты Люди, которым необходимо Очень много контролировать Собственной работе Например, диспетчеры Различного рода производств Это также врачи, преподаватели Люди умственного труда Там, где нужно вкладывать Большой эмоциональный такой заряд Как быть и что делать в этой ситуации? В этой ситуации, конечно, В первую очередь нужно заметить За собой вот эти изменения Заметить нарушение сна Заметить нарушение аппетита Заметить то, что человек не может Концентрироваться на тех или иных Уже даже простых занятиях Заметить то, что Продуктивность труда Скажем, днем начинает падать Хорошо Скажите, эти моменты Способен ли человек заметить сам? Или все-таки должен быть кто-то со стороны Кто ему укажет на эти моменты? Вы знаете, что Человек, который достаточно здоров Он замечает эти вещи Потому что существует чудесная такая Функция психики Которая называется критика Человек замечает за собой Какие-либо недостатки Которые нарастают у него И в результате он может обратиться К специалисту Вот Я считаю, что в настоящее время Это наиболее оптимально Обратиться к психологу Для того, чтобы разобраться С тем, что с ним происходит И насколько это серьезно С психологами и психотерапевтами Всегда хорошее сотрудничество И в результате мы разделяем работу Если психолог видит о том, что Уже необходима помощь доктора То, конечно же, он переадресует Этого пациента доктору Но иногда может же быть до помощи доктора Еще и помощь друга Который тоже, согласитесь Сможет хотя бы совершить попытку Поставить сознание и мозги на место И рассказать своему другу Что, товарищ, ты что-то делаешь не так А вы знаете, что да Наверное, друзья часто являются Самыми лучшими психотерапевтами Такое часто происходит Ну, в редких случаях, конечно Приходится все же прибегать К помощи специалистов Насколько Излечимы Подобные Дела психологические Психические О которых мы сегодня Вот на протяжении часа Этим добрым вечером Рассуждаем Я думаю, излечимо И тут нужно говорить о самом главном условии О желании человека Измениться Если есть желание Следовательно, есть мотивация Есть Практически человек ведет дневник Собственных изменений Человек обращается к специалистам Он ищет Он пытается Значит что-то новое Пытается Внедрить в собственную жизнь Увлечения Спорт Хобби Новые контакты Новое общение Я думаю, что такие люди С высокой мотивацией И с интересом К изменениям Они обязательно Справятся с такими трудностями Ну, вы знаете Как минимум три истории Музыкальная Спортивная И литературная Сегодня есть У нас в студии Те истории Которые я Вот как я и хотел Чтобы эти истории Биографические истории Стали мотивацией Для тех людей У которых Возможно Есть какие-то проблемы Поэтому Давайте вам Дорогие друзья Поаплодируем А я тем временем Хочу сказать Что Дима Секретные ингредиенты Добавлены Я о них могу рассказать Да, конечно Секретные ингредиенты Это тростниковый сахар И это сдобрено все Лимоном И для дегустации Всего этого десерта Юленька Вот я не зря спросил Про холодильники Давай Мы тебе поаплодируем А ты подойдешь к нам Осталось только Осталось только рассказать Как же эта дива дивная Этот расчудесный салат называется Дим Ты его приготовил Ты и рассказывай Я предлагаю назвать его Мачо тоже плачут Но только от радости Мачо тоже плачут Но только от радости По-моему длинное название салата По-детнему Я понимаю Что нужно следить И всегда быть в тонусе Следить за фигурой Я услышал то Что ты любишь хлеб с маслом Попробуй это Возможно это станет Хорошей альтернативой Того что Сахар я смотрю у вас здесь Это тростниковый сахар Я спорил Я спрашивал Почему именно тростниковый Я все таки считаю Что сахар не обязательно Фрукты сладкие Можно Ну яблоко может быть кислым Просто мы его не пробовали заранее Итак Дегустировать Попробуем Конечно Мама подержит АПЛОДИСМЕНТЫ Сахарком вкусно АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Друзья мои Ну как Оправдывает название Того что мачо Тоже плачет Но только от радости Любой девушке Женщине будет приятно Такой вот салатик И в качестве перекуса И вообще от мужчины Это будет действительно Сделано своими руками В качестве перекуса От тебя Как от действующей Профессиональной спортсменки Как от леди-мотиватора Как от фитоняшки Можно я тебя так сегодня назову Это было очень ценно услышать Друзья Неумолимо бежит Время к завершению программы Наш эфирный час Медленно но уверенно завершается И все таки Я бы хотел услышать От каждого из вас Буквально по одной емкой фразе Буквально по одному Маленькому совету Что же нужно делать Чтобы любить себя Дима Найти цель в жизни Которая будет вас окрылять И вдохновлять Юля Верьте в то Что у вас все получится Стремитесь к тому Что вы задумали И успехов вам Игорь Прислушаться к своему сердцу Оно никогда не обманет Оно подсказывает Истинно направленный путь Куда следует идти Спасибо Владислав Я думаю что для того Чтобы любить себя Нужно просто любить себя Людмила Трудитесь Ничего лишнего Трудитесь Эти аплодисменты вам Я хочу поблагодарить Всех в отдельности Каждого в отдельности И всех вместе За этот замечательный вечер Завтра будет еще один вечер Он обязательно будет добрым А на сегодня Друзья Наш эфир завершается Спасибо что были с нами Это программа Добрый вечер Гомель Удачи вам Пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому